Здравствуйте, дорогие подписчики канала и также гости канала. Рад приветствовать вас, я Димас. И сегодня будем готовить для вас сезонное, ну не обязательно сезонное блюдо, но лепёшки у нас будут сегодня с овощами и с курицей, типа шаурма. Одни из главных компонентов у нас и не овощи будут, это кабачки, всеми любимые в этом сезоне, и баклажаны здесь. Мы их предварительно посолили, чтобы они воду немножко отдали. Также будет у нас присутствовать лук для соуса, томаты и зелень с чесноком. Также внутрь мы сыр положим и лаваши наши, естественно, вот такие вот покупные, будем использовать обычные лепёшки. Также вот курочку я украл и в соус добавим, вот у нас ореховый соус есть, горчицы есть немножко, кетчуп и масло, естественно, мы будем на нем жарить. Без этого никуда. Друзья, ну вот мы перешли к жарке наших кабачков, на огне будем жарить на открытом. Наливаем масло, ставим на комфорку, вот и обваливаем в муке. Муку не солил, просто кабачки у нас подсоленные все. Ничего сложного в этом процессе нет. Немножко он затягивается и все. А так простой процесс. Я люблю до хрустящей корочки поджаривать. Ну вот, ребят, мы дожарили кабачки, баклажаны. Приступаем к нашим соусам, приготовлению. Берем лук, тут красный, белый, обычный, репчатый. Нарезал его произвольно соломочкой, полукольцами, полуполукольцами, как кому нравится, так называют. Маслица добавили, хорошо колеруем прям до такого состояния, ну, прозрачный, золотистым станет, как обычно, в принципе. Добавляем сахар немножко, чтобы закармелизовался лучок наш. Ну вот, смотрите, как закармелизовался лучок. И мы сейчас добавим наши томаты. Пламя у нас разгорелось хорошее. Наша ручка нагревается. Добавляем наши томаты. И перемешиваем немножко. Добавляем орегано немножко сразу. Пол чайной ложки. И капельку маслицы. Немножко соли добавим. Чайную ложку примерно. Чтобы помидоры раскрылись, отдали свой сок. И как бы не слишком поджаривались, растомились просто. Нам помидоры жареные здесь не нужны. Ну, как бы они и так насытятся жареным луком. В процессе в себя что-то сберут. Отдадут и вберут. Может и так перчик добавить сюда болгарский. Ну, я не люблю. Он долго томится. Нам главное получить жидкости много. Я воды сюда добавлю обязательно. Ну, томатики у нас начинают исходиться. Добавляем нашу зелень. И чесночок. Два раза перевернем. Немного кетчупа. Он пойдет как загуститель у нас. Также у меня тут была горчица зернистая. Добавил немножко воды. И выливаем все туда. Ореховый соус. Мидори. Если у вас нет орехового соуса, добавьте просто песто. Столовую ложку. Добавляем. Соус дорогой достаточно, но очень вкусный. Можете найти где-нибудь в магазинах. Сейчас немножко тушим. Даем перемешаться вкусом. Ну, я бы еще водички сюда добавил. И на медленном-медленном огне, если вы это делаете в домашних условиях, а не как мы, чуть-чуть потомить, чтобы лук стал чуть-чуть хрустящий. Томаты разошлись. Если шкурка кому-то не нравится в томатах, пожалуйста, убирайте шкурку. Главное добиться в этом соусе, чтобы вот томаты все разошлись. Ну, превратились в жидкость. Так что, если они расходятся, добавьте водички, и они разойдутся. На медленном огне потомить. Лучше помидоры брать какие-нибудь спелые, свежие. Такие вот прям созревшие. Вот, ну все, у нас соус почти готов. Чтобы жидкость оставить, нам надо, чтобы лаваши склеивать. Немножко жидкости. Вот мы его снимем. Он сейчас пересерену, а на улице жарко. Он весь перетомится. Начинаем собирать наши лаваши, наши а-ля шавермы. Берем много соуса прям и выкладываем обильно на лаваш. А можно размазать, как вам нравится. Но в данной ситуации вот мне больше вот так нравится. Он больше комплектуется. Также берем кабачки, баклажаны наши, выкладываем смело. Вот так, вот так. Вот так. Берем сырок наш. Выкладываем. Накрываем. Делаем разворот. Чуть-чуть прижимаем. И опять соусом выкладываем. Обильненько так вот по всей-все-все-все поверхности. И обязательно вот эту часть, почему я говорил, нужна вода. У нас она все перешла. Вот эту часть мы смазываем, чтобы закрепить наш лаваш. Вот опять же берем сыр, выкладываем. Ну, очередность не влияет в данный момент. И погнали кабачки и наши баклажаны выкладывать. Вот так обильно выкладываем везде. Вот. И вот так аккуратно переворачиваем. Закрываем. Оп, закрыли. Ну, ладно, торчат у нас немножко. Видите, как лаваш у нас неровненький. Ну, ничего страшного, как поджарится и все. И приступаем к второму. То же самое. Вот такие красавчики у нас получились. Чуть прижали их. Они сейчас постоят, немножко впитаются. Можете пока там плитку настроить. Огня подкинуть, как я. Вот, друзья мои, я разрезал на две части каждый лаваш. Можно разрезать на четыре части, на три, как вам угодно. и примерно, как бы вам сказать, на двоечке. На среднем огне мы все это жарим. Так сказать, чтобы у нас и лаваш поджарился чуть-чуть, и внутри сыр, который, и все остальные овощи, они тоже схватились, потаяли и связались вместе. Ну, как бы, вот этого эффекта нужно добиться. И выкладываем наши лавашки. Ну, смотрите, друзья мои, вот приготовили мы для вас такие вот лаваши, а-ля вариант деревенской шаурмы, что-то подобное, там, как бы, побольше овощей, там, жареное все, свежего, в принципе, ничего нет, все там леное. Будем пробовать, что у нас получилось. Попробуем первую с курицей. Ну, как бы, мой совет вам дать ей немножко остыть, отдохнуть, чтобы она немножко вот все склеила, она будет намного вкуснее. Безумно вкусно. Эта курица вообще божественная. Я вот попробую овощную. Базилик вообще чувствуется классно. Всем приятного аппетита. Вот приготовили для вас такие лаваши интересные, сезонные, опять же. Ну, и не сезонные, просто, если вы будете покупать эти овощи зимой, допустим, вы сильно потратите. Сейчас они на грядках растут. Не у всех, но растут. Подписывайтесь на наш канал. Кто не подписался еще, кому понравилось, кому нет, ставьте лайки, дизлайки. Опять же, комментарии пишите. Мы увидимся на нашем канале. Всем добра, удачи, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok